Ом Ти Ви Юэй про головне. На полигон вблизи подокалиновки Херсонской области по указанию российского командования Днепр привезли оккупантов с проверкой огневой подготовки подразделений, готовящихся на штурм к рынок. На полигоне были российские захватчики из 810-й бригады морпехов, 328-го десантно-штурмового и 81-го самоходно-артиллерийского полков. Украинская разведка обнаружила и доложила о вражеских совместных учениях силам обороны Украины. В результате чего войны ударили по скоплению оккупантов ракетами «Хаймарс». Паблики противника подтверждают массовую утилизацию очередных любителей построений на полигоне. Предварительно минус командирский состав и около 60 российских военнослужащих. Правда, теперь не каждый Z-военкор осмеливается принять и признать потери. Ведь может случиться такая же неприятность, как с Андреем Мурзом Морозовым. У меня, если честно, не находится слов. Сегодня застрелился Андрей Мурз, ополченец русской весны, фронтовик, один из первых, кто также пошел добровольцем, как и все мы. И вот он застрелился. И застрелился он на фоне вот этого конфликта с Соловьевой. Не ошибся. С Витязевой и со всеми остальными. Просто возьмите, вот сейчас прочитайте его предсмертную записку и все поймете. То, что с ним произошло, я считаю, что в его смерти смело можно винить Соловьева, Витязева и вот этих всех людей. И я считаю, что следственным комитетом должно быть возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. И пусть вот этих вот б***ей судят за это. Уверен, что народ в России меня поддержит в том, что их нужно судить показательно, лишить всех государственных наград. Одному вручили звезду героя ДНР, непонятно за что. Другой медаль за отвагу, за организацию какого-то еврейского подполья в Одессе. И то, что в Одессе сейчас находятся ахлы, я думаю, это лучший показатель работы одесского подполья. Вы ебаные бездельники и лжецы. Пока вся страна воюет, вы сидите с экранов и врете. Снимайте красивые интервью с генералами, которые за день кладут по сотню человек, а то и больше. И рассказывайте людям про то, как все хорошо. Правду из вас никто не говорит, вы боитесь ее. Покончил с собой один из известных блогеров, зет-блогеров российских Андрей Морозов, иначе Мурс. Он писал на канале «Нам пишут из Янины». И там он оставил предсмертную записку. Морозов долгое время служил в звании старшего сержанта в войсках так называемой Донецкой Народной Республики. Сообщил о том, что его травят люди Владимира Соловьева и командование. Самоубийство Мурса подтвердили авторы многих других военных каналов. Перед тем, как покончить с собой, Мурс сообщал о больших потерях российских войск, о бардаке, об отсутствии ротации и медицинской помощи в подразделениях халатности и очковтирательстве военного руководства. Он сообщил о том, что по его оценкам Россия потеряла 16 тысяч убитыми при штурме Авдеевки, украинские оценки 17 тысяч убитых. При этом оценил потери Украины в 3-5 тысяч человек. И, соответственно, писал, что противник, проведя оборонительное сражение, понеся в самом лучшем для нас случае безвовратные потери в 5-7 тысяч, за это же время это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные, говорит «до свидания» и валит на новые заранее подготовленные позиции. 5-7 тысяч безвозвратных, это и есть как раз где-то около 3 тысяч убитыми. Соответственно, под давлением начальства его вынуждали удалять посты, и в итоге он взял и застрелился. Но одним оккупантом меньше. Пишет он так, писал, что которые боятся сами приехать и нажать на курорт. Что же я сделаю это сам? Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры. Факт самоубийства военкора убился и убился. Гораздо важнее то, что он перед этим писал. Его информация с первых рук о бардаке, хаосе, огромных потерях российских войск объясняет, почему после взятия Авдеевки в течение уже трех дней российская армия, по сути, не может предпринять дальнейших наступательных действий, пользуясь тем, что украинцы пытаются лихорадочно сейчас окопаться на новых позициях, но, естественно, у них это получается медленно и с трудом. То есть у Украины еще нет налаженной обороны, здесь бы и ударить, но ударять нечем. Россия слишком дорого заплатила за город, который даже не является райцентром. Поэтому сообщения и страхи некоторых о том, что сейчас Россия как попрет наступление из Авдеевки, они, видимо, оказались несколько преувеличенными. Украина сбила седьмой по счету российский самолет за неделю. Отличный темп набрали украинские ПВО. На этот раз командующий воздушными силами ВСУ Николай Алищук сообщил, что сбит еще один Су-34. Причина резко возросших потерь российских летчиков заключается в том, что на волне успеха после Авдеевки, где они своими КАБами буквально терроризировали оборону украинской армии, они начали пытаться сделать то же самое уже на новой линии фронта, а здесь не было такой благоприятной конфигурации, которая позволяла почти безнаказанно подлетать и сбрасывать эти КАБы, не входя в зону действия украинских ПВО. Теперь они заходят в эту зону и их сбивают. Ну, если у Украины не кончатся ракеты ПВО, угроза такая есть. Западники писали, что в марте они могут кончиться. Но тогда такими темпами они довольно быстро заставят российскую авиацию свернуть свои столь успешно проводимые в Авдеевке операции. Правительству Германии собирается передать Украине ракеты «Таурус». Такая утечка прошла из бундескругов. Господи, ну неужели канцлер наконец решился, и уже после года яростной критики своих однопартийцев за отказ передать «Таурус» Украине. Все-таки склоняется к тому, чтобы это сделать. «Таурус» – отличная ракета. Она специально предназначена для уничтожения укреплений, для пролома бункеров и фортификационных сооружений. Несет большой заряд взрывчатки. Летит на очень низкой высоте, до 50 метров. Поэтому ее почти невозможно сбить с системами ПВО. Такая здоровенная дура. В общем, если вы хотите взорвать Крымский мост, вам нужно несколько «Таурусов» положить в опоры моста. И после этого, считайте, моста больше не будет. Так что это отличная новость. Но только надо дождаться, когда ракеты появятся. Потому что в последнее время я уже устал фиксировать обещания, которые Украина получает, которые не выполняются. Слова Запада слишком уж расходятся с делами. Ну что, на этот раз поверим канцлеру? Или все-таки подождем, пока «Таурусы» появятся в Украине и прилетят в Крымский мост? Я бы все-таки подождал. Я не хочу там сгущать краски, но мне кажется, что вот эта затишье у Авдеевки, оно временное. Как только они займут свои оборонительные рубежи, они снова начнут обстреливать уже Авдеевку, не Донецк, а уже Авдеевку, пытаясь затормозить продвижение наших войск. Украина. Пока.